Телеканал «Дождь» представляет. Капиталисты на дожде. Добрый вечер, это «Капиталисты на дожде» и я Марина Малыхина. Напомню, что я не являюсь профессиональным интервьюером или журналистом. Я предприниматель, разговариваю с предпринимателями, управленцами, и задаю только те вопросы, которые кажутся интересными мне, а также тем, кто либо занимается бизнесом, либо думает об этом. Итак, мой сегодняшний гость, предприниматель Борис Титов, владелец компании «Абрау Дюрсо», одного из крупнейших производителей шампанских вин в России. Борис, добрый вечер. Добрый вечер. Наверняка знаете цитату из «Мастера Маргариты», ассигнации, разбросанные Володным во время представления, превратились в этикетки. В этикетки «Абрау Дюрсо». Есть с Булгаковой еще не одно упоминание. Не одно, безусловно. Но все-таки это очень применимо к моему первому вопросу, поэтому я с этой цитаты решила начать, ну, чтобы, знаете, как-то оживить начало нашей программы. Тем более, что я была уверена, что цитату вы эту узнаете, и она сразу как-то вас расположит к нашей беседе. Так вот, как ваши-то ассигнации превратились в этикетки «Абрау Дюрсо»? На самом деле, в общем-то, совершенно случайно, потому что у меня там был недалеко совершенно другой бизнес, абсолютно невкусный, это химия, перевалка, на экспорт, там построили терминал по перевалке жидкой химии, первый в России, кстати. Ну, это было сто с чем-то километров оттуда, и вдруг, и между нами аэропорт Анапа, и вдруг летная погода, и мне предложили, слушай, давай переждем, все равно там два часа нечего делать, поедем попробуем, дегустируем «Абрау Дюрсо». А я даже не знал, что «Абрау Дюрсо», ну, все знают этот бренд, ну, какой-то так из истории, из прошлого. Я думал, вообще Крым. Кстати, очень многие думают, что это в Крыму. Что это новый свет, как крымский. Да, путают с новым светом, думают, что это в Крыму. А некоторые вообще французские. «Абрау Дюрсо» очень по-французски звучит. Ну, и мы приехали туда, и я когда увидел, во-первых, место просто нереальное. У нас таких мест, я не знаю, может, на Алтае где-нибудь, вот можно сравнить, озеро, среди гор. Красивейшее место. То есть вас поразили пейзажи? Сначала пейзажи, а потом, когда мы приехали, старое здание завода, которое абсолютно заброшено, не используется, бренд, который абсолютно лежит. Стоит чуть-чуть дать, да, небольшое усиление, продумать программу, стратегию, и можно считать, шикарный бизнес. И как-то мы запали, мы попробовали, конечно, качество, ну, абсолютно было неадекватно. Ну, для переждать рейс можно, а так пить нет, да? Но вот атмосфера, история и плюс место. Что случилось дальше? Ну, а дальше мы начали смотреть... Как выяснилось, что он лежачий? Кому-то принадлежит дисциплина? Не-не, ну, лежачий в каком смысле? Это просто как бренд, он был не развит, он был в пассиве. Люди знают, что такое бренд, но качество, по-видимому, не очень. И оно так в пассиве где-то лежало. А как началось, что мы начали вести переговоры, был пакет у частной компании, которая в этот момент, там, в месяц государство управляла, или не управляла, они согласились его продать. Ну, и пошло-поехало, мы назначили свое руководство, потом мы... Вы сейчас 100% владеете? Нет, сейчас мы владеем 58%, остальное край. Но сейчас пойдем переговоры о возможной выкупе и остатке... Достаточно сложный бизнес взаимодействия, это партнерское взаимодействие с некоммерческой структурой. Нет, ну, вы знаете, нет, с ними сейчас легко, они, во-первых, не то, что даже не мешает, они немножко помогают. С другой стороны, они такие более пассивные акционеры, в том плане, что они понимают, что мы восстанавливаем бренд, и поэтому как-то и в совете директоров занимают такую... А какие-то налоговые послабления на региональном уровне? Никаких послаблений у нас вообще никаких нет, и денег нам никто не дает. То есть мы инвестируем только свои деньги, ну, естественно, кредитные заемные средства, там у нас Сбербанк один из наших... А открытой информации сколько вы вложили? После того, как из лежачего состояния... Значит, вот в инвестиционную часть без акций, я могу сказать, мы вложили сегодня чуть больше миллиарда рублей. Это ваше средство или заемные? Значит, это средство, понимаете, что мы не сразу это вкладываем, часть денег уже идет, прибыль нарабатывается за это время. Но где-то позиция по нашей центральной компании где-то больше 22 миллионов долларов. Где-то вот в таком режиме... Ну, вот столько нам должен этот проект на сегодня. Это ваше средство, средство ваших предыдущих компаний? Да, ну, это просто средство группы, потому что мы-то были, в общем, из другой области, абсолютно, как я сказал, абсолютно невкусный. Аммиак, он пахнет не очень хорошо. Вот, но мы занимались минеральными... Начинали мы же в 89-м еще году. В 92-м уже я ушел из государства, я работал в Советский нефтеэкспорт, в монополии по экспортам нефтепродуктов, но я занимался химическими товарами и маслами там. А потом перешел в совместное предприятие, где был тоже наемным, занимался химией. А через практически три года, в 92-м году, я уже даже в 91-м в конце, создал свою собственную компанию с английскими партнерами в Лондоне. Из Лондона начинал бизнес делать в России. И мы начали с перевалок. То есть самое узкое место тогда было доставить товар. Это раз, мы начали вошли в Венспилл, стали строить там новую перевалку под химию, потом Аммиак, участвовали в приватизации. У меня еще справки значатся, что у вас там фабрика и чего только нет. Это сейчас есть, да. А это все есть, эти все активы, которые мы управляем. Это фабрика есть сейчас, да. Но мы вышли из минеральных удобрений, мы продали, потом мы вышли из химии. Последний актив, который я как раз продал, морской порт, это рядом с Абраво-Дюрсо, откуда. А, откуда вы, как раз, первый раз по делу ездили. А мы его как раз в 2008 год, помните, чем был славен? В сентябре разразился кризис, 15 сентября. Мы последние деньги получили 30 августа за этот порт. Это было для нас, конечно, очень хорошее решение. Вовремя успели? Потому что вовремя, но мы не знали, честное слово. Я, знаете, как там говорят, ты знал? Нет, мы не знали о том, что будет кризис. И тем не менее, вовремя продали, получили деньги еще до кризиса. Поэтому... Такой живой кэш, такие даты живая радость. Ну, конечно, и тем более тут вдруг Абраво-Дюрсо, и, в общем, конечно... То есть цену у вас могли снивелировать за счет... А его же в тот момент уже приобрели. Это 2006 год вы приобрели? Да, мы начали в 2004 году. Мы каждый раз покупали к Новому году. В декабре 2004 мы покупили первый пакет. А контрольный пакет мы приобрели 29 или 30 декабря 2006 года. А это вы основную не получили? Потому что, насколько я понимаю, процентов 70 продаж приходится все-таки на предновогодний период. Ну, сейчас меньше, процент меньше. На самом деле, в прошлом году мы вообще вышли, да, уже на другие совершенно уровни. И структуры продаж, и временные, и качественные даже не ожидали. Потому что мы купили этот проект, когда он производил 3,5 миллиона бутылок. Из них часть шампиноаз, это, значит, технология классическая, да, в подвалах. То есть ферментация в бутылке, это, что называется, настоящее шампанское. А часть шармата, тоже французская технология, никакая, это не российская технология. А там линейские премии какие-то кто получал за яркую. Сталинские, фролов-багреев. Мы нашли потомков шармата. В 1907 году его дед изобрел этот метод. Сам был большим владельцем заводов. Продавал еще и методологию, и в Италии, и Германии, в Хенкелево, и в Штатах. И как он нам сознался, его дядя, то есть сын того шармата, в 1939 году уехал из России. То есть до этого, несколько лет он проработал в России, передавая свой метод. Поэтому сталинской премии вручили фролов-багрееву, но надо было, по крайней мере, поделить ее с шарматом. Это такая история, которую не очень, по-видимому, у нас любили, и, соответственно, все это ушло в историю. Да, да. Поэтому это все французские технологии. Тогда мы производили 3,5 миллиона бутылок, сегодня, в прошлом году мы произвели 13 миллионов бутылок, а в этом году мы собираемся произвести 17. То есть у нас идет резкий рост объемов производства, при этом нам не хватает товара на рынке. В прошлом году мы могли бы на 2,5-3 миллиона бутылок продать больше. Просто у нас мощности не хватило. Почему? Потому что если раньше продавалось 80% перед Новым годом, 80%, начиная с октября по декабрь, то в прошлом году мы распродались в течение года. Но мы выходили на Новый год со стоком, со складом, миллион бутылок, что очень мало. Это состояние общего рынка или это недорост вашей марки? Нет, рынок в целом рос, хотя он восстанавливался после кризиса, но все-таки это, конечно, рост более быстрый для нас, потому что начала давать о себе знать наша стратегия. То есть мы заказали стратегию у консультантов, это была очень такая большая работа, которая вылилась практически в одну фразу, весь вывод состоял в одной фразе. Ваш рынок, вы должны ориентироваться на сап-премиум. То есть это шампанское от 10 до 30 долларов. То есть где-то 4500 рублей за бутылку. Да, потому что сегодня этот рынок очень маленький, порядка 8%. Вам обрисовали нишу и сказали, идите в эту нишу, тут работайте. Да, в эту нишу, да. Причем сегодня она всего 8% рынка, но она быстрее всех растет. И они просто сделали анализ по сравнению с Америкой, с Европой, как у них это все было. Действительно, 30 лет назад Америка производила 92% было ниже 5 долларов. Представляете, вина. И в основном американская, это шипучка, тоже по методу Шармат. Сегодня 60% это вот как раз в диапазоне сам премиум. И еще достаточно большой процент уже в премиальном классе, настоящая шампанская. Потому что люди, во-первых, улучшается жизнь людей, растет возможность и покупательная способность. Но это не самое главное. Культура употребления меняется. Да. Самое главное с развитием общества люди больше... Понимаешь, что есть еще праздник, кроме как Новый год, понятно. И не только хотят пить приятное, лучшее, качество для них становится более важным артументом. Но при этом 70% нашего рынка это абсолютно полусладкие шампанские. Сегодня пока да. Это большое горе, я понимаю, для всех. Но рынок сегодня... Ну, для тех, кто хочет в медпрайсе сегменте работать. Да. Но не самое большое горе, что это полусладкое. Самое большое горе, что это пьются, делается оно из непонятно чего. Ну да, стоит 100 рублей или 70 рублей. И поэтому это, конечно, вот эта проблема. Борис, перед тем, как мы еще поговорим о ваших улучшениях, которые вы сделали после того, как увидели лежащее положение Браудерсо, все-таки очень интересно, предпринимательские такие аспекты. Пришли, нашли у кого купить долю, стали ее повышать. А что происходило на местах? Вот мне очень интересно. Люди работали на этом заводе. Оно было в каком-то состоянии? Ну, это же все местное население, которое там на производстве. В основном, да. Вы знаете, ни одного инолога, то есть вот отвечающего за выпуск вина, человека с завода не уволили. При этом нам говорили, когда мы пришли на завод, ну, начали так очень аккуратненько. Вы знаете, ваше шампанское, вы же понимаете, ну, не качество, нет французского все-таки. Я сказал, вы знаете, мы не пробовали французского. Они делают французское вино, которое, традицию, которую передали французы еще до революции. Ведь французы ставили производство там. Они даже не пробовали шампанского. Напоминает замечательный фильм, ну, года три назад вышел фильм, как раки, помните? Когда Ефремов приглашает девушку в ресторан и спрашивает, ну, что ты будешь, давай кушать омаров. Она говорит, омары, а что это? Ну, это как раки, только большие. Ой, а как раков я тоже никогда не ела. Вот это примерно такая же история. Как же они, да, шампанское французское не пробовали? Ну, тем не менее, да, они не пробовали, но тем не менее делали, ну, у них представление было. Они хорошие инологи. У нас большая школа винодельческая в России. Они очень много знают. Но у них свое представление, как надо было работать. Но это все это средний уровень управленцев. А вот самые базовые, пришли новые хозяева, жизнь поменяется. Во-первых, конечно, ну, мы повысили заработную плату, мы не старались не увольнять людей. Сколько получали они до вас и с вами? Ну, я сейчас не помню с нами, сейчас я могу точно сказать. Сегодня у нас средняя заработная плата 24,5 тысячи на заводе. Там, под Новороссийском? Абраун-Дюрсо. Но до нас они получали, я думаю, что, может, 9 тысяч, там, от 5 до 10 тысяч. Ну, то есть, лояльность должна быть очень высокая, все должны стремиться работать на заводе. Ну, слава богу, сейчас у нас хорошие отношения сложились с коллективом, в общем, нас поддерживают. И действительно, просто, ну, там идут изменения, да. Сегодня европейская... Сколько, вот просто интересно, сколько человек работает там на производстве непосредственно? 500 человек работает... Сейчас 490. Было там в этом же диапазоне, но мы увеличили в 4 раза объем производства. А в московском офисе... Мы сейчас, знаете, мы, там, здесь еще деловая Россия, мы сейчас там выступили с инициативой, что надо повышать количество высокопроизводительных рабочих мест в стране, как выход стратегический для экономики. И сказали, что эти рабочие места, 25 миллионов, должны быть производительностью 3 миллиона рублей в год. Мы посчитали, у нас в Абраун-Дюрсо. Рабочие места. Больше. То есть на единицу? Мы уже выполнили план. Мы на единицу сегодня производим, получается, 4,5 миллиона рублей. Это старое советское понятие выработка. Ну, это не выработка, это расчет. Это производительность рабочего места, да. А сколько мы вложили? Вот мы считаем, что 100 тысяч надо на каждое рабочее место. Но здесь сложнее подсчитать, потому что у нас старые конвертировались в новые рабочие места. Но вот то, что я сказал, что миллиард рублей вложили и получили 500 мест такой производительности. Борис, ну подождите, это все очень глянцево и красиво, но у меня есть ощущение, что старые сотрудники, которые наверняка и что-то и воровать там могли. Мы же не получали 10 тысяч рублей. Было, было, было. Наверняка, и уносили в чанах и так далее. И вот пришли вы с вашей стратегией за несметные сокровища, с новыми лозунгами. Я могу сказать, что мы не вводили каких-то кардинально революционно современных, там, часто некоторые даже японские методы управления. Побить чучело начальника, в смысле? Ну, есть, знаете, такое там бережливое производство, там, и прочее. Лид-дэй, продакшн. Да, которое достаточно модно сейчас в России. Мы пока не вводили никаких специальных новых систем управления. Мы пытались просто построить вот так. По старым менталитетам. Мы, во-первых, что сделали? Мы, во-первых, запретили воровать, и охрану поставили из Волгограда. То есть, у нас... Чтобы сговора с местными не было. Да, не было сговора с местными. У нас охрана вообще до сих пор волгоградская. То есть, по вахтовому методу работаем. Второе, что мы сделали, мы всех одели прилично. То есть, каждый цех получил своего цвета, нормальную спецодежду, там, красненькие, зелененькие, синенькие, хоть нормально стали выглядеть люди. Потому что, знаете, это тоже очень важный психологический фактор. А руки-то помнят? Ну, руки помнят, естественно. Ну, конечно, это сразу не переборишь все. Но, тем не менее, вот сегодня мы довольны. У нас сегодня практически нет проблем. Не с воровством, не... Ну, вы закладываете на такую сушку-утроску 5%, 10%? Ну, ну, мы вот вводим сейчас понятие, знаете, тоже в советские времена хозерасчет производственных единиц. Значит, вот сегодня мы им предлагаем экономьте на количестве рабочих, увольняйте своих, там, тех, кто работает хуже. Мы оставляем вам бюджет производственной единицы и делите его между собой. Мы предлагаем это сейчас вот делать на заводе. И это начинает работать, да? У нас постепенно сокращается количество работников. Мы переводим всех на другую схему работы. А профсоюз, а чем это? Это им выгодно. Ну, как сокращаете? Тут сидели за 10 тысяч рублей, все и колхозы воровали. Ну, если все довольны, если все, большинство за такую схему, чем профсоюзам-то возмущаться. Что мы еще сделали? Мы ввели другую, сейчас, вернее, еще не ввели, переходим на другую схему работы. 12 часов смена. Мы работаем 7 дней в неделю, но смена по 12 часов. 12 часов работаешь, два дня отдыхаешь. Для нас это более выгодно, потому что у нас надо ремонтировать оборудование. Удобновлять. Да, поэтому 12 часов в день это максимум, что может работать оборудование. Хотя оборудование все новое, мы действительно решили так уж идти, так идти. Тратить, так тратить. Оправдывает себя такой подход, потому что мы купили итальянскую технику. Ну, например, самый простой пример, с чего мы начали, потому что надо было идти по нескольким направлениям. Каюручки. Не сломай все, вернее марки. Ну, как бы у нас сразу в Абрам-Дюрсов, вот эта стратегия, которой мы занимались, первая часть, да, если мы так называем, это вино. Вторая часть, которая тоже для нас очень важна, это туризм. Винный туризм. Мы занимаем первое место по количеству туристов на одном объекте в мире. 120 тысяч у нас был рекорд туристов в год. Хотя они приезжают на один день в основном. С утра приезжают, вечером или даже днем уезжают на автобусы. В основном Анапа, Геленджик, отдыхающие с пляжей приезжают, особенно когда плохая погода, это вообще для нас. Больше делать шикарно. Больше делать ничего надо делать. Все едут в Абрам-Дюрсов. Поэтому наша задача их оставить еще на несколько дней или привязать к месту, чтобы они тратили, чек был больше. Поэтому мы здесь там и гостиницу уже запустили, пока первые 42 места, дальше пытаемся развиваться. В общем, целый комплекс туристических услуг. И последнее, это недвижимость. Потому что этот НЭР, в общем, это можно назвать все вместе, освоением территории Абрам-Дюрсов. И стратегия освоения у нас тоже есть. А вы, конечно, земли вокруг самозавода. Ну, вы знаете, оно не наше. Да, озеро большое, 3 километра в длину. Холмы, горы, еще немножко есть два маленьких озера, там, дамбы искусственных. В отдалении, но тоже очень красивое место, замечательное. Но то, что мы покупаем, мы покупаем постепенно землю. Но здесь тоже была у нас стратегия. Мы наняли американскую компанию архитекторов дизайна. То есть архитекторов территориально. Ландшафтных, да? Они не ландшафтные. Ландскейпер. Да, территорию, да, территорию освоения. Они нам показали вокруг озера, потому что озеро, если условно можно нарисовать, оно такое длинное, да? Здесь море, всего 2 километра до моря. Здесь завод у нас стоит. А вот эту часть мы хотим делать... Они нам показали точки прямо вокруг озера, где можно что делать, где гостиницы, где... Они вот эту часть написали, тихое место. Вот здесь будет недвижимость, виллы, отдельные маленькие коттеджные гостиницы. А эта часть активная. Это мы пришли, значит, соответственно, 2-3 года тому назад мы уже сделали. Потом мы наняли еще одну компанию, которая по принадлежности английская. Они нам описали рынок спрос. То есть сказали, вот да, вот в этих местах. Вот здесь гостиницу, здесь у нас дома четырехэтажные. Вот здесь у нас еще... И они нам написали, кто наш основной потребитель. Вот кто здесь может быть основным потребителем положить? Во-первых, Новороссийск, который у нас 15 минут здесь, город богатый. Там явный недостаток недвижимости, особенно на кризисе, это показало. Они очень быстро восстановились после кризиса. И 30-минутных завода. А людям хочется рекреации какой-то. 15 минут, они абсолютной природной тишиной и покой. И поэтому они... И второе, это Сибирь. Люди едут в нефтяники, там люди не бедные тоже. Им хочется в тепло. Они хотят второй дом себе купить в теплых местах. Поэтому и Анапа, и Еленджик, и Сочи... Как говорили, а в Сочи отдыхают невыездные, да? Ну, почти. Но и в Сочи настолько сегодня все так упаковано. И море, потому что у нас море лучше. Борис, у вас очень интересный подход. Меня поразило, что в каждой зоне, которую вы выбираете, вы все время говорите, а тут мы стратегию разработали, пригласили консультантов, тут эдвайзеры, тут еще. Обычно российские предприниматели, они же с плеча. Я 20 лет в России все знаю сам. Ну, здесь, может, небольшое исследование проведу. Но у меня же чуйка. Почему у вас такой системный подход? Хотите мне ошибиться? На чуйке все равно без чуйки не обойтись, потому что надо чувствовать, правильно или неправильно, я тебе сказал, консультант. Потому что некоторые консультанты говорят неправильно. Но, тем не менее, конечно, они знают. У них опыт. Но откуда я знаю, кто у меня купит квартиры? Я занимаюсь всю жизнь аммиаком, да, и химией. Но хочу здесь построить. Я никогда не занимался недвижимостью. Капиталисты на дожде. Мы с вами обсуждали, что стратегия в этом деле, которую вы избираете, чутье нужно для того, чтобы отделить консультанта от неправильного консультанта. Да, потому что консультанты, все равно, если это иностранный консультант, он плохо чувствует действительность, нашу российскую действительность. Особенно где-то в обработке, как уж он там знает. Да, но, тем не менее, у него подход, опыт, знание. Системный подход. Да, системный. С другой стороны, если нанимаешь российского, то часто у него не хватает системного подхода, зато он очень хорошо знает российскую действительность. Ну да, он начинается начертать на демагогии. Да, и все это выходит очень непрофессионально. Мы, например, нанимали российских архитекторов, даже не то, что архитекторы, которые рисуют, а вот системщики, архитекторы по, опять же, развитию стратегии. Да, территории. Ну, то есть вообще ничего. То есть это слова, которые, общие лозунги, и в результате практически никакого... Мы с ними очень быстро остались. Хотя они очень хорошо знали... Для тех, кто нас смотрит, вот для того, чтобы нанять подобного рода консультантов, сколько? Это сотни тысяч долларов? Ну да. То есть 100-200 тысяч минимум? Ну, я могу сказать, стратегия винная, там была чуть больше 200 тысяч. Недвижимость, ну, поскольку это американо-английский, две компании, то это было чуть побольше. Около 300. Ну, в общем, это деньги. Ну, это оправдывает себя. Ну, я считаю, да. Цена ошибки в любом случае. Да, потому что в результате, я смогу сказать, что если по недвижимости мы пока еще до конца не осознали, мы только идем по этому пути, мы еще ничего не сделали практически. Только покупаем землю под этими объектами, пытаемся ее покупать. Цена растет, конечно, от того, что все видят, что мы покупаем. Что-то эволюционирует. Тем не менее, удается какими-то такими, но пока еще не приступили к реализации ни одного реального проекта. В Вене мы уже чувствуем, что стратегия работает. То есть они показали, с чего мы начали, что вот этот диапазон нам показали, где ваш рынок, сколько надо денег вложить. Такие максимовые шаги нужны, что в производстве надо поменять. Да, но они еще изучили наши гедонисты, консерваторы, еще это наш рынок, наши потребители, наши целевые аудитории. Ну, в общем, сделали большую работу. Три с половиной миллиона бутылок тогда. И тринадцать в этом году. И при этом мы еще не, по крайней мере, еще могли две с половиной, два с половиной, три миллиона продать уже в этом году. Нет, в этом, в 2010 году. А дистрибуция с тех пор, как вы получили завод, она поменялась? Потому что тогда же Абродисур тоже стояла на полке. Ну, стояла, конечно, меньше, но просто сама дистрибуция была другая. Завод не получал дистрибуционную наценку. То есть он продавал на... Перепродающим гражданам, а дальше кто-то вызвал. На воротах завода, и кто покупал, то это уже существует такой пассивный подход к дистрибуции, когда все ждали, когда же агенты придут, и кто заберет. Мы купили компанию. Дистрибьюторскую? Да, дистрибьюторскую, которая раньше, в общем, начинала Белугу. Это те ребята из Томска. Компания Синергия, да? Нет. Они начинали Белугу. Это компания Атриум называется. Они начинали вот вместе с владельцами Белуги, которые придумали ее этот бренд. Это такой Аблитаров Андрей из Томска. Они Томская команда. И вот они занимались началом Белуги. Они раскручивали Белугу до того момента, пока не продали синергии. И вот эту команду мы купили, и они сегодня занимаются дистрибьюцией Абраун Дюрсу как основного продукта. То есть если брать компанию в целом, сколько сейчас человек работает? С 500, мы поняли, на заводе? Вроде да, но у них порядка 100 человек уже работают. Но мы сделали у себя отдел еще мерчендайзинга, вы знаете, да? Они в основном все фрилансеры, то есть они на контрактах. Но это молодые люди, которые ездят по магазинам, у которых есть своя зона ответственности. Телефон снимают, как стоят наши бутылки на полках. В общем, это контроль за тем, как на полках стоят бутылки. Но у нас еще склад, сейчас особенно по новым требованиям лицензирования, сейчас требования очень высокие. Поэтому на складе часть народа должна работать. Мы сейчас меняем склад. То есть человек на 800 выходит? Ну, в общем, в итоге, да. Да, я думаю, что больше. А вот очень интересно, вы как предприниматель, в вашем, если брать 100% времени, вы уделяете какому из ваших бизнесов? Потому что все-таки какие-то проекты остались еще? Вы знаете, у меня кроме бизнесов есть еще очень большая часть моей жизни. Это общественная работа. К этому мы подберемся. Я хочу понять, как вы все успеваете, и как это организовано у вас правильным образом. Я могу сказать, что из бизнесов, поскольку я продал основную часть бизнесов, осталось не так много. И мы, в общем, выходим. По большому счету, мы выходим сейчас. Вышли из минеральных удобрений, из химии. Мы вышли недавно из последней химии, предпоследней, которая была там в Твери, полиэфирзавод мы продали. Менеджмент, бай-аут у нас был. И выходим дальше. Но сейчас у нас такой активный бизнес курицы, птицефабрики. В общем, тоже там такой стратегический был подход. Мы тоже увеличили очень сильный объем производства. В общем, довольны этим бизнесом. Но мы его упаковываем, потому что в любой момент, в принципе, готовы его продать. Потому что, конечно, основа все-таки это создание слабоалкогольного, так скажем, винного холдинга. Для нас стоит как приоритетная задача. И мы поставили себе задачу. Ну, кроме IPO, которое мы должны выйти уже... Ну, это для привлечения, для жизнедеятельности. И с определенной капитализацией. Да, мы хотим капитализацию. Но мы через 10 лет решили создать капитализацию миллиард долларов. Такой расширенный холдинг. Поэтому сейчас мы смотрим активы и в Молдавии, и в Хорватии, Черногории. Объезжаем очень много разных предприятий. Актив России для того, чтобы правильно построить структуру именно винного холдинга. Какой процент доходности в этом бизнесе? Раз что вы не хотите мне рассказывать, сколько времени вы чему уделяете? Ну, конечно, у нас получается 30% где-то в этом районе объемопродаж к объемопродаж. Ну, в принципе, мы прибыльное предприятие. У нас текущая прибыль. Мы платим налоги столидные. Сейчас ЕСН убивает. Вот ЕСН прекрасно. Вы же так близки к политическим, экономическим, общественным действиям. Как же вы нас, предприниматели, не уберегли? Ну, вот так получилось, потому что, честно говоря, нас не очень слушали в тот момент. А когда, наконец, услышали, было уже достаточно поздно. Ну, то есть вы тяготы все на себе ощущаете? ЕС 47%. Нет, 34%. Ну, а если все сложить-то, там 47% и получается. Еще 13% не забыть, да, которые у нас люди сами отказываются платить. Ну, это да. Но, конечно, у нас высокая нагрузка, и мы пытаемся убеждать наших почему-то. Минфин, который считает, что у нас одна из самых низких нагрузок, сравнивает нас, причем-то, с Европой, которая производительность труда в 10 раз выше. Надо нас сравнивать с теми, с кем мы конкурируем, с Казахстаном, даже Китаем, Индией. Но в Казахстане ЕСН 11%. Ну, это мы так с вами по-предпринимательски погоревали, потому что, мне кажется, что если лекулярно встречается предприниматель и обсуждает какую-то деловую практику, все, что касается персонала, это прям горюшка. Мы надеемся, потому что все-таки вот сейчас 1 июня должны завершить процесс, да, они должны представить процесс. Там есть желание уйти, чтобы малым, насквитаться только тем, что малому бизнесу снизить страховые Но они сделали для неких индустрий поставления. Ну, вот сегодня президент поставил на этом, сегодня выступил президент Медведев, сказал, нельзя, надо всем снижать. И вот надеемся, что мы все-таки найдем. Ну, почему дали альтернативу? На 3 миллиона для пенсионного фонда. Ну, кому-то не нравится табак, повышение актизов, кому-то не нравится налог на недвижимость, введение по существу нового налога. Вы знаете, да, например, налог на имущество 15 миллиардов со всей страны собираем. Одному автовазу помогли 75 миллиардов. А это вообще мизер со всех этих наших особняков, домов, дачи и прочего. Ну, так все-таки возвращаясь, так как у нас идут уже последние минуты нашего эфира, ваше личное участие в проекте Абрау-Дюрсо, ваше общество? Я проектный менеджер Абрау-Дюрсо, кроме того, что я начальник и основной акционер компании. Прям каждый день приходите? Ну, в принципе, по Абрау-Дюрсо да. Абрау-Дюрсо все решения принимаются практически на моем уровне, но кроме того, сколько там добавить какого... Окупаж, какого-то. Окупаж, там, ассамбляж, это делают, конечно, нологи, но вот оперейшнс, да, делаю я. Вы для себя поставили, там, через два года хочу освободиться, чтобы сейчас поставить все на правильные рельсы? Или же какая у вас стратегия здесь? Абрау-Дюрсо мы идем через Апио продажи малых пакетов. Тем самым будем окупать проект. Это стратегический проект. Я думаю, что мы можем вообще говорить о продаже. Я, честно говоря, не хочу даже об этом думать. Настолько мы... Кроме бизнеса, это еще и пэшн, как говорят. Во-первых, это красиво. Пэшн, да. Когда в виноделие попадаешь, ты думаешь, идешь туда как бизнесмен, а приходишь и становишься совершенно сумасшедшим виноделом. Это особая кастра. Поэтому вы во Франции купили землю? Да. Не землю, а производство. Ну, землю на ней же, виноград, и дальше все шаги. Ну, там другая история. Там бизнес тоже стратегий, хотя там тоже много всего интересного, но... Ну, это такой же челлендж похожий, да? Ну, во-первых, технологический. Нам надо быть там, да? Потому что это наша родина, что называется, да, шампангистом. Назвался уж, да, шампангистом. Да, должен быть там. Если ты сможешь сделать хорошее вино в шампане, значит, ты вообще можешь сделать где угодно по всему миру. Но там еще есть тема. Там она называется вино, которое чистое, да, как это, биовино. Биодинамик. Органик. Органик. А второе – это биодинамик. То есть, у нас лучший вот тот, кто нам делал в Абрау-Дюрсу, Реджа Стен, он много лет работал на нормальном производстве. Потом стал биодинамиком. В шампане 25 лет возглавлял Дювель-де-Руа. А сейчас он вот занимается своими опытами по биодинамике. Один из лучших специалистов в шампане. Это все страшно интересно, только насколько я понимаю, что биодинамики эти люди немножко не от мира сего, потому что они, мы должны объяснить нашим зрителям, да, в зависимости от фазы Луны сажают, значит, виноград или не собирают его. На коммерческой этой деятельности говорят, что все это с трудом можно... Ну, вы знаете, по качеству, мы его проверили, он сделал одну бочку, у нас вина сам. Не добавляя никакой химии, ну, там не химия, серо, бентонит, нормальные добавки, вино везде идут. Вот он, не добавляя вот этого всего, сделал одну биодинамическую бочку у нас. Ходил, собирал лунный свет на винограднике, принес кучу камней с виноградников, положил под емкостью. Ну, это его была технология. Так в результате потом мы делали ассамбляж с послами, у нас такие послы все крутые, разбирающиеся в вине, там. Так они сделали слепую дегустацию вот нашего базового вина, который мы предлагали для ассамбляжа. Его образец оказался лучшим. На первом месте, среди всех. Хотя делался без серы, без бентонита. Только на биодинамике, на энергетике. Говорят, что просто это пик моды, некоторое время, да, безусловно, качество есть, но вот я просто с коммерческой точки зрения пытаюсь понять, как вы будете проектом. Коммерчески к этому есть интерес. Если нам удается делать биодинамическое вино нормального качества, я не могу сказать, что оно будет там супер, какой-то невероятно лучше. Хотя в нем есть энергетика, это точно. Оно по-другому бродит. У него это внутренний процесс. Я видел это просто. Это не то, что это видно. Так вот, это определенный сегмент рынка, который очень быстро растет. И поэтому в Шампане ведь пробиться с новым брендом, это вообще невозможно. Я вот что-то читала про какого-то Людовика XIV, которого вы собираетесь запускать. Какая-то такую марку получить во Франции? Мы ее купили вместе с... Она была... А, бренд был на этом терруаре, так сказать. Да. Но мы там еще свое придумали, фольяж будет называться. Это листва по-французски. Это как раз биодинамическое, ну, скажем, органическое, потом и биодинамическое вино. Так мы хотим... Во Франции очень сложно выделиться, создать новый бренд. Это там, как они все говорят, 20-30 лет. Но вы хотите работать на внутренний рынок в том числе и во Франции? На внутренний рынок в том числе, но, конечно, прежде всего на экспорт. Но это как любой французский шампанский дом. Мечтает продать куда-нибудь, не во Франции. Ну, вот. Но просто с биодинамикой или органикой сегодня этот шанс намного выше, чтобы заявить о своем новом бренде. А еще была какая-то история, что вы хотите составить здесь в России конкуренцию и в Яну и Перье в минеральной воде? Нет. Минеральную воду тоже собираетесь выпускать? Ну, это пока там наша третья очередь. Но у нас есть вода, она очень приличная вода в Абрау. А, непосредственно источник там просто у вас. Да, источник. И у нас же Абрау, Дюрсо. Абрау – это провал горный, это деревня Адыгского. А Дюрсо – это четыре воды. А озеро питают четыре источника. И поэтому мы нашли хороший очень источник. Ну, там скважина. И там содержание магния высокое. Это магнезия, да, это антистресс. Вот. И мы когда-то планируем выпускать... То есть пока это далеко идущие планы. Пока это еще не это будет точно. Пока биодинамическое вино и исправление... Да. Следующий этап в Абрау, Дюрсо, мы уже делаем нормального столового вина. Мы хотим вот в этом году выпустить первое рислинг и шардоне. То есть не игристое вино? Да, но это будет не самый большой объем. По простому без газиков? Да. Но это просто давно. Абрау Дюрсо всегда раньше выпускал такие вина, еще до революции. Он назывался Киберне-44. Вам же винограда не хватает, чтобы шампанское выпускать, а вы тут еще вино собираетесь? Ну, надо же развивать линейку. Нет, вы у меня начинали спрашивать, потом куда-то от этого ушли, насчет винограда. Так вот мы начали с того, что мы собираем виноград сейчас, причем в ящике, там специально... Очень такая технология сложная. Купили новые пресса, там тонкие, деликатные выжимки. Но это всего 3,5 тысячи, которые мы в прошлом году на трех прессах обработали. Хватает нам на 30% нашего потребления. И все равно вы вынуждены закупать. И мы закупаем. То есть для классики шампинуаз только российский, только Абрау Дюрсо. Империал только Куве, первый отжим. А для игристого Шармат мы покупаем ЮАР. Сейчас немножко начали в Италии покупать, будем немножко в Хорватии покупать. Борис, последний вопрос, так как мы буквально выпрыгиваем из эфира, потому что после нас идут следующие, видимо, интересные программы, поэтому... Некоменее. Ну, мы с вами старались. Кратко, если возможно. Будут ли в России пить шампанское, которое пьют во всем мире? То есть сухое, нормальный брюд? Все больше и больше пьют. Растет сегмент. У нас точно растет, по крайней мере, там, если говорить о темпах роста, ну, на 20% в год прибавляется брюд. То есть наши граждане становятся все более и более образованными. Спасибо вам большое, Борис. Спасибо. Это был Борис Титов, владелец Абрау Дюрсо, одного из крупнейших производителей шампанских вин в России. Ну, а я, Марина Малахина, прощаюсь с вами. Ну, что же здесь можно сказать? Узнали, что могли о бизнесе с пузырьками. Давайте строить наши бизнес-проекты дальше. Будем пить, но узнать миру. Капиталисты на дожде.